Аналитические репортажи, разнообразие мнений, герои и комментарии экспертов. Объективная и достоверная в программе в центре внимания. Представляем вашему вниманию программу IWPR, радиоинститута по освещению войны и мира. Здравствуйте, у микрофона Мири Масаналы. В Кыргызстане с каждым годом растет численность безработных. По данным Министерства труда и социального развития, за год уровень безработицы снизилась на 9%. На январь 2016 года из трудоспособного населения 201 тысячи человек являются безработными, и основную часть из них составляет молодежь. 24-летний Тимур год назад окончил один из бешкекских высших учебных заведений, но до сих пор еще не может устроиться на работу. Из-за того, что не смог обустроиться в столице, он попробовал поискать работу за пределами Кыргызстана. Но там тоже не повезло найти подходящую работу, и недавно возвратился обратно домой. Необходимо замечать, что Тимур имеет образование по туристическому направлению, но его диплом до сих пор остался невостребованным. На сегодняшний день многим приходится очень трудно. Многие молодые люди имеют диплом образования, но они не могут устроиться на работу по своим специальностям. Во многих местах не так просто принимают на работу. Нужно иметь знакомых, либо деньги. Вообще у нас в стране не оказывается поддержка молодежи, особенно в их трудоустройстве. Здесь я очень долгое время искал работу, но потом уехал в Москву. Но там тоже трудно найти работу. Если устроиться на одну работу, нет гарантии, что тебя там оставят. Под предлогом разных причин могут сказать, что ты не подходишь и уволить. Рассказал он. Несмотря на то, что он уже ходит в поисках работы больше года, он стесняется того, чтобы встать в соответствующие государственные органах на учет. Ему кажется, что он вот-вот обустроится и найдет достойную себе работу. По официальным данным, 463 человек в республике получают пособие по безработице. Но каждую часть из них составляет молодежь. Статистических данных нет. К тому же, безработная молодежь, несмотря на то, что долгое время не могут найти работу, стесняются получать пособия. В текущем году, по сравнению с 2015 годом, количество получающих пособия по безработице увеличилось на 20,5%. На сегодняшний день на учете по безработице состоят 87 тысяч человек. Из них 39 тысяч из числа молодежи. Это означает, что среди безработных более 40% составляет молодежь. В 2016 году было трудоустроено 50 тысяч человек. Из них молодежь составила более 44%. Заместитель министра труда и социального развития Зура Конкаденова рассказала нам о том, какие мероприятия проводятся со стороны министерства. Со стороны министерства проводится активная работа по трудоустройству. Организовываются общественные работы за вознаграждение. Так называемые активные меры. Кроме того, они обучаются по востребованным профессиям. Им выдаются мелкие кредиты для создания рабочих мест. В виде пассивных мер осуществляется выплата пособий, состоящих на учете по безработице. Также проводятся консультации, ярмарки консультаций. Предлагаются свободные вакансии. Зура Конкаденова считает, что проблема безработицы, в том числе среди молодежи, не связана с экономической ситуацией в стране. Безработица связана с несоответствием спроса и предложений на рынке труда, а также зависит от человеческого фактора. В настоящее время молодежь очень амбициозная. Они зачастую выбирают профессию юриста, экономиста. Если поинтересоваться результатами поступающих в ВУЗы, то они также свидетельствуют об этом. Рынок труда, между тем, нуждается в таких профессиях, как врачи, геологи, строители, слесари, монтажеры, швеи, технологи и другие. Ведь в настоящее время молодежь очень амбициозная. И они зачастую выбирают профессию юриста, экономиста. Если поинтересоваться результатами поступивших в высших учебных заведений, то они также свидетельствуют об этом. Но рынок труда, между тем, нуждается в таких профессиях, как врачи, геологи, строители, слесари, монтажеры, швеи, технологи и другие. На работу больше принимают те, кто окончил профессиональный лицей. Многие ищут тех, кто может работать в таких сферах, как строительство, сфере услуг. А наша молодежь не имеет желания получать такие профессии, как повар, официант, газоэлектросварщик и так далее. Хотя эти профессии также высокооплачиваемы. Дополнила Каденова. Молодежная биржа труда, открытая при министерстве, функционирует с 1996 года. В этом году исполняется ровно 20 лет со времени ее открытия. Ежемесячно в биржу труда обращаются тысячи молодых людей. Сотрудники биржи предлагают усилия, чтобы хотя бы 50% трудоустроить. В бирже труда 9 числа каждого месяца проводится ярмарка вакансии. Работа связана с организацией встреч с представителями организации-работодателями и ищущими работу гражданами. Сотрудница биржи Роза Джапаркулова также призывает молодежь выбирать не модные профессии, а те, по которым в будущем будет возможность трудоустроиться. В Кыргызстане по вопросам безработицы проводят работу также неправительственные организации. Диана Урусбаева работает в молодежном фонде «Инстрим». Фонд был создан в 2012 году и основной задачей является развитие молодежи. Год назад данная организация начала программу национальных стажировок. Данная программа посвящена ликвидации в Республике безработицы. В течение года в рамках указанного проекта около 250 человек из числа молодежи смогли пройти стажировки по своей профессии. Программа также рассчитана на получение навыков для молодых специалистов в соответствующей среде, приобретение знаний своих прав и обязанностей. С другой стороны, компании и работодатели учат молодых сотрудников, как стать квалифицированными кадрами. Кроме того, «Инстрим» в рамках программы национальных стажировок оказывает всяческое содействие Центрам помощи молодым. Это нужно решать комплексом. Потому что одно дело, что у нас мало заводов, фабрик или компаний, где можно было предостроиться, так еще то, что нет квалифицированных кадров, где-то уже выстраивается система образования. Университеты, которые не дают таких специалистов, чтобы взять и сразу уже их оставить на работе. Поэтому люди вынуждены уезжать, потому что они не могут себя найти, не могут найти работы, не могут сама реализоваться. И они уезжают на заработки. Сказала Диана Рызбаева. Она отмечает, что проблема безработицы также актуальна и в сельской местности. Но здесь, в отличие от городов, нет никаких условий для развития молодежи. Например, мы сейчас работаем с молодежными центром в регионах, в селах даже, да. Там нет ни одного учреждения. Вот вы не поверите, они спускаются или идут в другой ближайший город, либо в другое село, чтобы даже в школу пойти. У них нет ни больницы, ничего, ни одной компании нет. Как тот человек, который там вырос, он может реализовать и остаться работой. Поэтому он и переезжает, он мигрирует. Диана Рызбаева также остановилась на характерной для молодежи особенности. Молодежь Кыргызстана, которая уезжает за пределы страны в поисках работы, заинтересованы потом обязательно вернуться на родину. Статистические данные государственных органов не отражают истинное положение дел в сфере безработицы, потому что много неработающих граждан, которые как безработные нигде не состоят на учете. Часть из них стесняется вставать на учет, а часть не знает, куда необходимо обращаться. Кроме того, на сегодняшний день около 500 тысяч кыргызстанцев являются трудовыми мигрантами в России, Казахстан и до стран Европы. По неофициальным данным, их численность превышает полтора миллиона человек. Необходимо отметить, что безработица является на сегодня не только проблемой Кыргызстана, но и проблемой многих стран мира. По прогнозам на 2016-2017 года, в мире численность безработных превысит 200 миллионов человек. Об этом говорится в докладе Международной организации труда, опубликованной в январе этого года. Одной из причин усиления проблемы безработицы называется снижение темпов роста экономики развивающихся стран. Международная организация труда проблему безработицы считает одним из глобальных вызовов и угроз, и предупреждает, что те страны, где не проводится достойное трудоустройство, могут столкнуться с социальной напряженностью. Материал специальный для IWPR подготовила Элеонора Саганда-Кызе. На этом наш выпуск завершается. Журналисты программы IWPR ради Института по освещению войны и мира следят за развитием актуальных событий. Все материалы и репортажи вы можете читать и слушать на сайтах iwpr.net и kabar.asia. Оставайтесь с нами. Мирим Астаналы. Услышимся.